Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна добро пожаловать на мой сегодняшний кето обед, которому уже автоматически можно прибавить 100 килокалорий, которые я употребляю на свой мини-завтрак, который состоит, как всегда, в общем, от кусочка валюсенького сегодня 7 грамм сыра твердого пармезан, который вообще на всех, кстати, этапах кето питания очень даже очень приветствуется, даже на вечеринке. На кето и в ходе кетос его можно. И малюсенького 10 грамм сливочного масла кусочка. В общем, короче, что завтрак у меня автоматически к этому прибавляется. И в итоге здесь перед вами может быть 1000 килокалорий, если бы не то, что здесь и салат, и десерт, две порции. То есть я съем этого только половину. А вчера, кстати говоря, вчера, кстати говоря, у меня произошел такой некий сбой в плане того, что я вчера очень поздно ужинала. Вчера у меня, кстати, была углеводная загрузка. И, в принципе, уже время было такое вечером, больше 10 часов вечера, что можно было вообще уже и не ужинать в плане того, что уже давно совсем не хотелось ужинать. Но так как у меня вчера была углеводная загрузка, у меня осталась пшёная каша с тыквой. И эта пшёная каша с тыквой не дала мне оставить идею поужинать. И в итоге, короче, почти в 11 вечера я её всё-таки съела. Это было, конечно... Ну, то есть соблазн был очень велик в плане того, что... Ну, просто её пришлось бы выбросить, её бы никто не стал есть, потому что я её сделала очень сладкую. Вот. Сделать такого, выбросить пшёную кашу с тыквой, сладкую-пресладкую-вкусную, я не могла. И в итоге я в 11 часов поела. И, в принципе, на кето-питание это вообще не критично. Хотя спать, наверное, я ушла уже тоже как бы позже, чем обычно. Вот. И в итоге, короче, я всё правильно вчера съела. Так, как и должно было быть. 2000 килокалорий, как и обычно. Но, конечно же, уже совершенно не в кето-пропорции, а с учётом углеводной загрузки. Что сегодня у меня на обеде? На обеде у меня сегодня салат из пекинской капусты. Честно говоря, после того, как закончилось моё строгое кето, это был год с лишним, год и три, после этого я фактически пекинскую капусту не ем. Она для меня недостаточно сладкая по сравнению с белокочаной. Белокочаная, конечно, гораздо-гораздо вкуснее. Но пекинская капуста – это та капуста, которую, опять же, новичкам прекрасно-прекрасно всё подойдёт. И на первоначальном этапе, конечно, её тоже следует считать. Ну, где-то после трёх месяцев кето я уже тоже даже и пекинскую капусту не учитывала. Пекинскую капусту больше трёх месяцев, плюс огурцы, плюс зелень я никогда не учитывала. Вот. А здесь перед вами огромный тазик. Хотя, на самом деле, здесь не так уж много, потому что пекинская капуста, она такая очень объёмная. И здесь всего-то полкило этой пекинской капусты. И съем я, опять же, я уже не помню, сказала или нет, я съем только половину. Здесь две порции на сегодня, на весь день, короче. То есть и на обед, и на ужин. Морковка в этом случае, в моём случае, позволительна в плане того, что я тоже старокетозник. И, конечно же, в принципе, я всё равно посчитаю. И посчитала здесь сегодня и пекинскую капусту тоже. То есть здесь всё то, что есть, и она всё посчитана. Сегодня основное блюдо, то есть это белки. Это уже остатки щуки, запечённые в духовке с соевым соусом и лимоном. И что-то я ещё туда пиханула. Вот. Это уже остатки. Здесь ровно 150 грамм вместе с лимоном. Вот это погрызанное, это то, чем я поделилась с кошкой, с кисой, с симкой. Она с большим удовольствием, хотя она вроде бы только свежая, прям ест приготовленное, вот такой гурман. А она с большим удовольствием эту щуку ела вот все дни вместе со мной. И ещё вдогоночку здесь ровно 30 грамм солёного, очень вкусного сала. То есть вот это у меня жиры и белки. И я сегодня этот последний кусочек, я его разогрела в микроволновочке, добавив сюда ещё ложечку масла виноградной косточки. Ну, чтобы оно такое было прям вообще жирнее и как бы как после разогрева и с маслицем оно вообще как будто свежее. И сегодня я приготовила вот такой бомбический десерт. Сразу скажу, здесь тоже две порции, то есть и на обед, и на ужин. На самом деле здесь ничего сложного и умного. Это просто жирный, хороший такой домашненький творог. Я размяла его с кусочком сливочного масла. И всё, и просто сформировала шарик. Хотя, кстати, надо было сделать сразу два, чтобы было удобнее на ужин и на обед съесть его. Вот, съем, короче, пол этого шарика, половину этого шоколада. Да и ещё грецких орехов сюда сыпанула. В общем, шоколад немножечко со сливочным маслом тоже расплавила. Ну, чтобы он такой был жиденький. Ну, то есть здесь тоже две порции. Вот такой сегодня у нас получился обед. И вот такое вчера у меня было питание. Всем привет! Кеда рулит. Магия вечна. Всем пока! До встречи на моих каналах!